что включает в себя понятие легализации тестостерона давайте порассуждаем вместе легализация как мы ее видим ну самый простой обыватель который употребляет тестостерон либо хочет употреблять свободный отпуск из аптек дескать легализация носит лишь формально юридический характер чтобы предметно количественный учет брать поставить просто рецептурный как написано на всех лекарствах на кофеин бензате натрия например ну и тому подобное понятные требования наши сразу обществу дабы оградить от детей покупку тестостерона поставить градацию 18 плюс на него это все понятно убрать из сильнодействующих веществ это все понятно единственное что нужно оставить это запретить свободный оборот тестостерона вне аптек дабы ну не было подделок вообще контрафакт действительно его просто кто не будет покупать если будет свободный отпуск из аптек но и бороться нужно с другой стороны просто запретить чтобы тем же хотя по той причине чтобы его не покупали с рук дети до 18 лет пусть градация до 18 не продаем она довольно условная тоже самое написано и на сигаретах и на алкоголе все равно дети и подростки каким-то образом это получают но неважно по крайней мере лучше обозначить этот взрослой критерий чем не обозначать его вовсе кроме всего что если эта инициатива будет непосредственно от нас исходить что мы говорим 18 плюс потому что не для тени для подростков мы большую часть общества складем свою сторону и дадим понять что не несем ничего деструктивного что экзогенный тестостерон и сверхсостояние это выбор уже взрослых людей которые себя прекрасно осознают которые являются полноправными членами общества так вот а вот следующий момент легализации тестостерона он не всем понятен но его следует обсуждать прежде всего это легализация тестостерона в обществе в умах людей смотрите не так давно ехал с таксистом он забирал меня из спортивного кружка соответственно увидев мою спортивность на задался лицеобразный вопрос а одесская как похудеть я ему дал простейшие рекомендации там по кардио по диете и сразу же после этого отметил вопрос о гормонах я спросил сколько ему лет обратил внимание что мягко говоря обладает лишним весом он сказал что ему 36 лишний вес присутствует серьезно это видно даже визуальный в одежде как угодно да я говорю вот молодой человек вам нужно провериться на уровень тестостерона и на уровень пролактина я ему сказал что есть такая как бы не такое такое лекарственное не такая такое лекарственное средство как кибергалин торговое наименование достинекс соответственно принимая одну таблеточку достинекса в неделю мы резко роняем свой пролактин один из главных женских половых гормонов который мужчинам совершенно не нужен он и вредит мы повышаем эндогены тестостерон он все это записал окей все хорошо буквально на днях я увидел его вновь и он сказал что о как раз вот у меня есть знакомая в москве у него своя клиника я все про это рассказал и это знакомая этого таксиста эндокринолог говорит что действительно при понижении пролактина к бергалина через какое-то очень непроложительное время возникает всплеск эндогенного тестостерона и что это дело полезно и вообще приезжая ко мне в москву и возможно я тебе назначу гормонозаместительную терапию этот мне сказал таксист после этого я ему сказал что понимаете что он значит такой гормонозаместительная терапия он подумал что я буду пить этот достинекс я говорю нет ничего подобного когда эндокринолог говорит про гормонозаместительную терапию он имеет ввиду о том что извне будет ставить пропишет тебе инъекции тестостерона ну хорошо тестостерон да говорит я прочитал про него все как раз ты описываешь о том что и жизненные краски там не такие яркие стали и вообще жизненный тонус угас и половая жизнь не очень и вот хотелось бы как-то все это возобновить он говорит ну тестостерону окей я говорю а ты знаешь что тестостерон это стероиды он говорит как я думал стероиды я тогда анаболики это ацетата позавчера я с ним ездил и говорит нет не знаю я говорю анаболики это общее название сленговые препаратов которые увеличивают синтез белка то есть грубо говоря строят мышечную ткань есть анаболики стероидные есть нестероидные например калияратат в инструкции так и написано место нестероидный анаболик примерно так слова не строит там написано но он даже и анаболик написано с термин стероиды это общее название всех анаболических препаратов и когда пошла волна по демонизации допинга то под стероидами начали подразумевать вообще все то есть обыватель начинает подразумевать вообще все это инсулин это и стимуляторы это и гормон роста и все-все-все я объяснил что тестостерон это то же самое стероиды то есть стероиды это тестостерон и у человека практически произошел разрыв шаблонов что же вы это да это плохо я говорю хороший блин вопрос почему вот так вот сразу сложилось исторически больше никак ответить не могу оставил я вас этой информации соответственно до дома у меня довез нужно чтобы внятно свою позицию в обществе обозначать нужно рассказывать людям правду что такое тестостерон что такое стероиды поскольку мы ничего не сможем никому предъявить высказывая свою позицию если мы сами для себя эту позицию не обозначим если я вот человек который употребляет тестостерон и другие анаболические гормоны уже долгое время я вкладываю в это много усилий много денег и я хочу как бы чтобы общество принимала меня достойно уважительно относилась ко мне как тот же человек который например другое хобби вот он занимается допустим горными лыжами ему выражают респект знаете я в себя совсем не меньше денег вкладываю нежели чем тот который занимается горными лыжами и мне не нравится носить какие-то обтягивающие шмотки и мне нравится сейчас свободная одежда и я как по одежде вообще не заморачиваюсь но мне не хочется меня считали нищебродом мне хочется чтобы в обществе было понятно о том что если вы видите человека с выдающейся развитой мускулатурой и одновременно он сухой еще то он колоссальное количество бабок в себя вложил то есть у него есть деньги то есть элементарно даже с знакомства с девушками если они видят такого развитого молодого человека значит у него первых голов все в порядке у нее дисциплина в голове потому что это строить ой-ой-ой как долго и как тяжело и если ты в данный момент времени каждый день что-то собьешься пропустишь прием пищи какую-то инъекцию это того же тестостерона тренировку не так хорошо сделаешь недостаточно восстановишься я сразу все посыплюсь ты будешь выглядеть гораздо хуже если ты не будешь соблюдать строгий рацион питания как мы знаем те кто соблюдает рацион питания либо вообще хоть что-то соблюдают в своей жизни сам и себя дисциплинирует называемым занимаются самодисциплиной у них порядок в голове соответственно у них есть отсутствие праздности значит от этого человека нельзя ожидать что он выкинет что-нибудь девиантное он внезапно напьется начнет дебоширить или употреблять наркотики в целом именно такой образ созидательного благоразумного человека мы должны обществу и предоставлять спокойно говорить да я употребляю тестостерон да тестостерон за меня все не сделает но без тестостерона большинство моих усилий ну были бы в холостую это надо откровенно признать то есть две монеты те кто употребляют допинг особенно это касается спортсменов говоря что тестостерон за вас качаться не будет конечно безусловно и то что высочайшие дозировки гормонов анаболических гормонов не сделают вас атлетичными это безусловно так но даже самые маленькие минимальные скромные дозировки тестостерона анаболических гормонов сделают вас атлетичными если вы правильно тренируетесь правильно едите и в целом у вас правильный порядок и самодисциплина в голове так вот сначала нужно себе осознать что я человек который принадлежит к этому комьюнити принадлежит к этому сообществу которое употребляет тестостерон и кроме очевидных положительных вещей которые несет в себе употребление тестостерона вы должны принимать и меру ответственности то что вы являетесь лицом этого сообщества и именно по вас конкретно по вас будут вот обыватели судить о том что тестостерон это плохо или хорошо нужно быть примером иначе вы являетесь каким-то маргиналом и наше адекватное сообщество тех кто хочет управлять тестостерон будет вас отвергать ведь он не с нами он идиот и такие есть люди которые используют тестостерон потому что их прет от вштыривания большой дозировок они являются наркоман то есть тестостерон анаболические гормоны это состояние для них самодостаточным мы массу знаем тестостероновых фриков они купаются в самолюбовании исключительно только в нем они фотошопят свои фотографии они пытаются навязывать себя обществу не через реальный результат через какие-то свои фантазии грубо говоря они смотрят на себя в зеркало и видят намного то что видеть себя намного лучше чем они есть на самом деле они уже не и свой жир и свое обжорство говорят что им это эти калории нужны для того чтобы для восстановления для роста мощной массы сами не просто жиреют а самому признать себе что они жирные они не могут поскольку их одолевает тестостероновый дурман высоких дозировок и так далее то есть вот это не с нами адекватные люди которые хотят чтобы к ним проявляли уважение ну вы должны это уважение заслужить вы должны быть примером во первых по вам должно быть четко видно что вы употребляете допинг то есть вы как минимум должны сильно выделяться среди тех кто даже просто ходит в тренажерный зал если же вы выглядите как среднеэстетический такой обитатель тренажерного зала натурал то лучше вообще не говорить никому что вы употребляете тестостерон да действительно меня могут поправить том что результат даже стране приходит не сразу ну можно сначала не говорить об этом а только потом когда у тебя начнется явный прогресс и люди это будут замечать ты говоришь это вот поэтому потому что я начал употреблять тестостерон сперва люди должны объективно ответить отметить твой успех а уже потом употреблять тестостерон в своей первой лекции на этом канале я говорил о том что есть люди которые действительно готовы и можно употреблять допинг то есть если за год занятие в зале натурально они достигли выдающихся результатов когда они поменялись настолько колоссально что являясь натуральными атлетами в зале 6 часа о том что дескать вот этот парнишка уже что-то принимает вы можете что-то принимать только принимал я когда начал употреблять кофеин и бронхолитин как допинг как притренировочный комплекс у меня сильно пошел прогресс но я тогда на болезни гормонов никаких не принимал и тестостерон я тоже естественно не принимал тогда да тогда допинг поможет вам допинг поможет вам и получить отлично так сказать мускулисто атлетичное тело и низкий уровень жира высокий уровень жизни и жизненный тонус респект окружающих ну если вы правильно будете объяснять еще свою позицию общество не любит маргиналов и девиантов оно их отвергает если мутагонщик или стритейсер получает в обществе ну грубо говоря респект тем что он занимается но антиреспект тем что он вредит так сказать общественной безопасности с этим он ничего не может поделать поскольку движется дорогам по дорогам общего пользования и действительно он просто говорит что я аккуратно я очень опытный водитель и так далее но все равно до конца он это антиреспект не победит что по дорогам общего пользования он есть не перестанет в то же время те кто употребляет тестостерон они не наносят никакого вреда окружающим поскольку они делают это для себя то есть в принципе у них нет как у мутагонщиков как у тех кто занимается стритрейсингом на машинах у них нет какого-то какого-то устройства с помощью которого оборудование с помощью которого они могут нанести вред окружающим если же говорить про возможные агрессивные так сказать или какие-то агрессивные действия психические отклонения они с таким же успехом могут быть и у мутагонщика и у автогонщика и представьте если такой человек будет за рулем автомобиля мы регулярно видим подобное когда в состоянии люди с психическими отклонениями либо находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения они совершают действие которое прямо вредит здоровью и жизни окружающих потому что у них есть такая возможность у тех кто употребляет тестостерон такой априори возможности нет кроме всего прочего тестостерон он делает человека сильным он изгоняет депрессии внутренние он изгоняет саморефлексию инфантильность и человек становится самодостаточным и мы знаем что большинство вот этих внезапно вошел в класс с пистолетом какой-то тихоня и всех расстрелял это только какие-то застарелые обиды которые вот он внешне их не проявляет потом они накапливаются и он потом выходит на улицу первого же прохожего убивает ножом был такой фильм да с николасом кейджем управление гневом фильм очень смешной но очень правдивый и его учат управлять гневом о том чтобы он потом не сорвался и не нарушил здоровье или лишил кого-то жизни точнее нарушил здоровье окружающим то есть его здоровье это его личное дело а вот то что он вредит окружающим это уже дело общественное кроме того те кто встает на путь нужно это пояснять и прежде всего своим вы с кем можете прежде всего ваша среда то есть я ладно я заявляю публично заявляю себя лидером этого общества и сообщества я заявляю это на всю аудиторию на огромную аудиторию заявляю себя ну еще раз говорю лидером соответственно я же могу говорить от имени этого сообщества с государством и тому подобное а вы можете эту тему обсуждать со своими родными близкими друзьями и вообще с теми с кем пересекаетесь по залу то есть вы заявляете я употребляю тацистерон это является профилактикой просто того что я не пью я не курю и поэтому в голове у меня все нормально то есть я таким образом проявляю свою активную жизненную позицию в том что во мне отсутствует праздность у меня порядок в голове человек у которого порядок в голове он всегда строит а не разрушает строит и он понимает что чисто даже экономически ему выгоднее с окружающими дружить а не конфликтовать ну вот у него порядок в голове поэтому соответственно он для общества не опасен он как минимум понятен а вот тот кто занимает праздную жизненную позицию те кто употребляет наркотики те кто употребляет алкоголь или те кто занимается перееданием заедая свои жизненные стрессы эмоции и чувства они для общества неприятны ну потому что от них мало ли чего можно ожидать как минимум гонений таких каких какие сейчас идут на тех кто употребляет тестостерон мы их не заслужили просто потому что говоря о внезапной какой-то ярости представляете а если человек у которого есть табельное оружие ну так же допустим полицейский он внезапно в эту ярость так сказать впадет а те кто получил разрешение на оружие а те кто опять же занимается теми же мотогонками он легко может нанести вред окружающим говоря о том что тестостерон это сразу же дает ярость дает неконтролируемый выброс агрессивных эмоций а дело здесь не в тестостероне дело здесь в человеке тестостерон делает нас сильнее тестостерон в целом избавлять нас я еще раз говорил о стрессах депрессии каких-то заранее каких-то скрытых эмоций и чувств и поэтому мы как в фильме управление гневом не где выполняется профилактика вот это управление гневом короче мы не совершим девиантных действий явных ну тестостерон он как бы так сказать как человек проходит сквозь него как закаливание да он может через него пройти может не пройти но в целом я слишком как бы наверно сильно утрирую все таки это гормон который ну в 99 процентов случаев прямо дает там жизненную силу и только один процент неадекватов которые изначально уже неадекватны под ним как раз и будут проявлять агрессию надо просто к статистике обращаться давайте просто к сухой статистике обратимся вот среди тех кто ну эта статистика просто не делается вот ее надо делать если мы обратимся к статистике которую надо выполнять среди тех кто употребляет тестостерон соответственно кто проявляет девиантные действия вот среди тех кто управляет тестостерон процент и среди тех кто его не употребляет ну выборка допустим та же самая там брать по 10 тысяч человек или тысячи человек и посмотрим я даю гарантию что те кто управляет тестостерон у них различных срывов вредных для общества будет намного меньше потому что у них дисциплина в голове вот все кроме всего надо давать себе отчет что уже более глубокая проблема на рынке гормонов есть масса и контрафактных гормонов которые непонятным образом могут на организм психику человека влиять дело в том что различные миксы из ветеринарных препаратов из препаратов чисто женских гормонов именно миксы совместив их с тестостероном все они обладают анаболическими свойствами но совместив их наложив это допустим диету наложив собственно изначально не очень устойчивый психотип можно конечно получить и какие-то срывы но надо смотреть по общей статистике по общей статистике у нас как вот вы знаете например людей которые употребляют тестостерон и они допустим совершают какие-то противоправные действия ну такие серьезные они занимаются убийствами они занимаются грабежами вот как раз я массу таких людей знаю которые тестостерон не принимают вне этого комьюнити те кто употребляют тестостерон им некогда у них и они тренируются они готовят пищу они восстанавливаются они зарабатывают деньги они живут своей профессиональной жизнью у них есть жизненные мотивации у них есть жизненные мотивации делать свою жизнь еще лучше делать себя еще лучше вот и все нужно обществу подавать правильный пример и самое главное здесь не просто подходить к родным и близким друзьям и говорить давай я сейчас тебе расскажу что ты с астроном это хорошо нет надо про это говорить надо смотреть на на поступки а не на слова то есть если ты ведешь себя как кретин если ты обладая выдающейся физической формы мышечными объемами ты приходишь в ночной клуб бухаешь и ведешь себя вызывающе ты пугаешь окружающих то есть они тебя боятся они тебя ненавидят потому что если человек слабый физически развитый он напился ведет себя вызывающе ну что он может применить ну то есть к нему особо страха нет а если здоровенный бугай напился людей вызывает это ненависть и соответственно вот таких лично я осуждаю и наше сообщество должно таких осуждать поскольку это вот эти кретины показывают себя в негативном свете а думают потом про всех нас вот это надо четко понимать о том что употребление тестостерона это ответственность ну подытожим нужно во-первых для самого себя признать что я являюсь участником сообщества в котором участник которого принимают тестостерон это их жизнь далее нужно свою позицию как-то обозначать обществу то есть если ты уделяешь тестостерон что является в данный момент а я подчеркиваю в данный момент в обществе ну состоянием девиантным непонятным то ты не можешь просто для тебя все понятно не можешь на это забить и ничего не делать если ты обществу не расскажешь про это про то что делаешь и зачем общество додумает за тебя и потом в итоге как я говорил в предыдущих выпусках тестостерон вообще в список наркотический включит надо упреждать проводить профилактику подобного и рассказывать миру обществу о том какой то есть то есть не подходить каждому и не звонить в квартиры как свидетели я говорю хотите поговорить про тестостерон нет нужно подавать достойный пример вот и все а если тебя об этом будут спрашивать спокойно и достойно об этом рассказывать тогда люди поймут что те кто определяют тестостерон это нормальные люди а они наоборот дают положительный пример они дают пример профилактики праздности и вот за ней будут тянуться и это хорошо после того как общество в целом не из какого то одного источника моих видео лекций а в каждой отдельно взятой квартире по всей России в каждом зале по всей России вы потихонечку будете подавать правильный пример и рассказывать то что тестостерон это как минимум неплохо а что если я являюсь таким же гражданином страны и у меня есть права я управляю тестостерон он не является запрещенным наркотическим по крайней мере веществом ну употребление его не запрещается то я не несу никаких не ничего плохого в общество соответственно я хочу чтобы ко мне относились также с уважением как и ко всем другим участникам общества про это рассказывать и все будет хорошо и только тогда и после этого законодательные инициативы в областной думе в государственной думе на различных уровнях федеральных собраний они будут понятны для депутатов потому что депутаты живут ровно в таком же информационном обществе в той же самой социальной среде и они ходят в те же самые тренажерные залы в той же самой фитнес индустрии если вы будете своими мыслями делиться с людьми которые ну являются лицами масс-медиа как тот же Владимир Рудольфович Соловьев а его мнение авторитетно то понятно что он свое мнение будет вещать со своей стороны просто ну для себя он поясняет абсолютную правду то есть общество будет видеть что Рудольфович ну не является именно как бы для них вот не находится в сообществе там вот этих людей которые управляют эстетром а просто как бы человек который им разъяснил что это такое они ему будут верить соответственно к нам больше будет доверие больше преференций в обществе вот и все то есть не то чтобы ты выглядишь внушительно и боишься там даже закрываешь свои мышцы одежды о том чтобы тебе о тебе плохо не подумали а ты приходишь и тебе говорят блин какой ты охуенный давай ты значит у тебя голова правильно работает мы будем с тобой вести бизнес мы будем брать тебя на работу и вообще ты классный парень девушки там будут тебе давать направо и налево все будет здорово в своей жизни и дружескими и партнерскими какими угодно отношениями с тобой будут дорожить и гордиться что у них есть такой знакомый друг вот так я думаю на сегодня я свою мысль высказал исчерпывающе кому понравилось кто считает такие видеосюжеты полезными ставьте лайк с вами был Докамеров Саша до новых встреч до новых встреч до новых встреч